Почему в России у нас не получается создавать вот такую красоту, как в Италии? Вы агрессивны, злые. Откуда вообще такое любопытство возникло? В Италии мало зарабатывают. Какие мы, русские женщины? Очень чувствительные и чуткие люди. Это проект «Мы и они», я его автор Мария Шахова. Я разговариваю с иностранцами, которые родились и выросли за границей, но выбрали жизнь здесь, в России. У них разные цели и причины переезда, но каждый из них уверен, что сделал правильный выбор. Эдуардо Бикари, 40 лет, итальянец. Преподаватель итальянского. Всегда знал, что покинет родной город. Переехал в Москву в поисках приключений, но в итоге нашел любимую работу и друзей. Восхищается умением русских ценить прекрасное и недоумевает, почему при этом они живут в невзрачных домах, считает Россию великой и мечтает разгадать ее феномен. Эдуардо, привет! Спасибо тебе, что приехал сегодня ко мне в студию. Спасибо, что пригласили. Эдуардо, ты родом из Италии, по образованию ты историк и впервые приехал в Россию учиться. Расскажи, как это было. Я впервые приехал в Россию в 2011 году, как на, скажем, длительный отпуск. То есть я на три месяца взял билет и получил визу. Но это туристическая виза. Я платил за курсы русского языка. Приехал, провел три месяца и вернулся к себе домой. Просто мне было интересно посмотреть, что за Россию, и что за место. Это было долго, я, ну, как-то, скажем, мечтал. У меня было такое любопытство к России уже долгие годы. И тогда, когда у меня получилась возможность отдалиться от Италии на три месяца, на более-менее длительный срок, я на длительное время, я приехал, посмотрел, как, ну, я бы не сказал, турист, как путешественник. И это был первый раз, когда я приехал. Откуда вообще такое любопытство? Возникло от того, что глазами-глазами итальянца, глазами западного европейца это Россия, это очень интересное место для нас, потому что это не совсем понятно, где начинается Азия, где заканчивается Европа. Это, скажем, что это мост цивилизации, Россия, но который имеет свою отдельную цивилизацию. Так что это крайне интересное место, где находиться, изучать. Когда ты вернулся в Италию после трехмесячного путешествия по России, в какой момент ты вообще понял, что ты хочешь вернуться обратно в Россию? Я сразу, ну, не сразу. Я приехал сюда, видел, что вот этот мир, который несколько отличается, несколько совпадает с нашими моделями. А в чем это выражается? Именно вот эта загадка. То, что мы рядом и далеко одновременно друг от друга. После того, как ты принял решение все-таки окончательно переехать в Россию, насколько я понимаю, ты поступил на курсы русского языка при МГУ? Это платный курс для иностранцев. Просто это не вуз прямо. Я поступил туда просто потому, что это был самый легкий способ, чтобы получить визу. И потому что мне нужно было выучить язык, потому что у меня был нулевой уровень. Когда я приехал сюда впервые, у меня уровень совсем нулевой. Я знаю, что сейчас, путешествуя по миру, ты разрушаешь стереотипы, рассказывая всем о том, что русские на самом деле не агрессивные, не злые. А как ты вообще считаешь, почему о нас так думают за рубежом? Скажем так, вы агрессивные, злые, как все агрессивные, злые народы в мире. То есть в русском, как сказать, в российском обществе есть злые, добрые, агрессивные, неагрессивные, мирные и так далее. Почему сложилось так, что у нас просто только вот это сформировалось, только такая версия русских. Я думаю, что это, скорее всего, по политическим причинам. Потому что опять, ну, как-то, к сожалению, отношения между, не знаю, самыми влиятельными державами Европы, как и Германия, Франция, Англия и Россия, были в основном всегда как-то напряженные, не совсем в политическом плане. Эдуард, насколько я понимаю, тебе интересна не только наша культура и история, но и наша душа. И я предлагаю тебе попробовать проверить, насколько ты вообще знаком с русской душой. Если ты знаешь, то мы, русские, очень часто верим во всякого рода мистицизмы и приметы. Поэтому я буду тебе называть начало приметы и предлагать несколько вариантов ответов. Ты готов? Угу, да. Итак, давай попробуем. Давайте. Если тебе дорогу перебегает черная кошка, то это значит, первый вариант, жди неприятностей. Второй вариант, жди неожиданных гостей. И третий вариант, сегодня нужно будет сдержать обещание. Лишь диаварию? Нет такой вариант? Нет, такого нет. Хорошо. Может, неприятности? Правильно. У нас тоже есть, на машине надо остановиться и пропускать машину, которая сзади, когда есть такая черная кошка. А ты знаешь, откуда это вообще пошло? Нет. На самом деле, репутацию черным кошкам испортила церковь. В какой-то момент они сказали, что черные кошки – это абсолютное исчадие ада. И это ушло в народ. Я понял. Да, вот так. Итак, вторая примета. Если много смеешься, то потом будешь. Первый вариант. Много плакать, много тратить денег или болеть. Может, много плакать? Я не знал. Правильно. Да. Значит, почему? Может быть, это сила, как-то раздавновесие, это карма, может быть, не знаю. Все так, но на Руси не было кармы и считалось, что у нас все должно быть в равновесии. Поэтому, если ты много смеешься, то, значит, будешь много плакать. Потому что печаль и радость всегда должны в равновесии находиться. Это, в принципе, логично. Итак, третья примета. Чтобы в доме был достаток, нужно первый вариант. В каждом углу положить 5-рублевую монету. Второй вариант. В каждом углу насыпать горстку риса. И третий вариант. На пороге под половичок положить 3 листочка денежного дерева. Совсем не знаю. Опять первый вариант отвечу. И опять правильно. Да? Угадал? Мне кажется, ты практически полностью понимаешь русскую душу. Но тут полностью не угад. Но ты угадал. Да. Знаешь почему? Нет. Это, мне кажется, какие-то больше энергетические практики. Честно говоря, я думаю, что это все-таки оттуда. Считается, если ты кладешь деньги в углы своего дома, то эти деньги будут привлекать к тебе еще больше богатства. Вот такая вот она русская душа. Эдуардо, предлагаю поговорить немного о работе. Знаешь, что сейчас ты работаешь учителем и преподаешь итальянский язык. Как ты вообще нашел эту работу? Я попал на эту работу, потому что если устроиться на работу для иностранца в России, ну, для итальянца, давайте скажем. Для итальянца в России я могу сказать, что есть, наверное, три основные как-то направления. Гастрономия, шеф-повар, ну, активно приглашаются сюда и ценятся. Преподаватели итальянского языка. Или, ну, работают в сфере бизнеса этих международных итальянских компаний, которые находятся в России. Но между двумя этими возможными выборами я выбрал преподавание, потому что это более связано с моей, с моей, как сказать, образованием. Я историк, я долгие годы учился. У меня отец это руководитель Министерства образования в Италии. Братья преподает в университете, то есть у нас это такая, как сказать. Ну, то есть тебе есть чем сравнить. А какие вообще зарплаты у учителей в Италии? И много платят или мало? В Италии мало зарабатывают, на самом деле, меньше, чем они должны более зарабатывать, потому что преподаватель любого, любого предмета занимает очень важную роль в воспитании ребенка, который, ребенка, ученика, который будет член общества. То есть это очень ответственная работа. У нас получают где-то начинают с полтора тысяч, полторы тысяч до трех тысяч, но только в конце, в конце, ну, даже не трех тысяч, меньше, только к конце стажу. Меньше, чем в Германии, во Франции, в Англии. А если вообще в целом говорить об экономической ситуации в Италии на сегодняшний день, она какая? Это немножко сложная, потому что Италия все еще, несмотря на кризисы, это все еще, как это сказать, это не мертвая экономика, это все еще все-таки богатая страна, но которая последние 20 лет росла гораздо меньше, темп роста по сравнению с другими странами Европы гораздо ниже, потому что мир очень сильно изменился последние 20 лет. Скажем так, ведь опять, почему важна Россия, важна. После падения Берлинской стены, после распада Советского Союза, мир, экономический мир, политический, радикально, кардинально изменился. Италия стала немножко не так быстро, как другие страны, стала приспособливаться к новым условиям. и это сейчас сказывается на развитии нашей экономики. А что твои друзья вообще тебе говорили после того, как началась спецоперация, говорили, чтобы ты уезжал из России? Нет, не говорили. Даже для них было интересно факт, что есть итальянец, который находится на другой стороне. Это некрасиво сказать, но барьера, которая сейчас образовалась, к сожалению. И то есть они получили от меня другой немножко точки зрения об этом, обо всем этом. И никто не стал меня просить вернуться. У меня никогда не возникало, наверное, желание уехать. Я не могу сказать точно, как относятся итальянцы к России. Как я отношусь и как я это вижу. Немножко противоречиво. Есть одновременно такой равнодушный интерес. Я не знаю, как объяснить на самом деле. Потому что те, которые приезжают в Россию, они все очень довольны. Те, которые, мои друзья, которые приезжали в Россию, они как-то остались очень довольными этому путешествию. Но я могу сказать, что, может быть, это не первое место, которое приходит к городу посетить для них. Эдуардо выбрал профессию учителя в России. И сегодня так поступают многие молодые специалисты. Государство регулярно оказывает материальную поддержку работникам образования. В список обязательных льгот входит компенсация оплаты коммунальных услуг, увеличенный ежегодный отпуск и сокращение рабочего времени. Во многих регионах учителям предоставляется помощь при покупке жилья. Например, в Московской области в течение 10 лет из бюджета региона гасится основной долг по ипотеке, а работнику остается оплачивать проценты банку. Раз мы уже немного начали затрагивать тему сравнений, предлагающую побольше посравнивать Россию и Италию, вот мне всегда было интересно, почему все что идет из италии обычно такое красивое почему почему в россии у нас не получается создавать вот такую красоту как в италии вот с чем это связано это хороший вопрос потому что русские любят красоту и не только женщины русские то что у меня очень положительно располагает к русским это то кто русские всегда достаточно рады итальянцам и это не скажешь про французы и англичане немцы которые не всегда рады итальянцам даже наоборот и потому что русские ценят именно вот эта способность итальянцев создать создавать красоту красиво жить отношение к жизни я думаю что вы очень положительно относитесь к нашему отношению к жизни маленький глупый пример вы когда посещаете магазин одежды для вас очень важно я считаю думаю судя по вашей одежде в этом момент что вот эта палитра цветовая это очень важно потому что это вот это разноцветие это сказывается отражается на настроение и наверное на отношениях жизни этому не этим это мы не встречаем когда мы смотрим на ландшафт города допустим многие многие дома были переделены фасады много домов в москве сейчас это не совсем старые то есть это старые как называется блоки советские которые просто положили там как называется плита то есть считается можно их считать более-менее новые а очень часто это какого цвета это 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 фасада это всегда сфера сфера я не понимаю почему честно говоря и спрашиваю свои своих учеников я спрашиваю но почему мы переделим новые дома здесь и все в сером цветы которые на самом деле это когда высовываешься из окна смотрят что там небо серы асфальт сер снег сожалению здесь серый почему дома тоже тогда серия почему не можем как-то какие-то цветовые не знаю так называется ли нет разнообразие вот ты упомянул сказал что русские с уважением относятся к стилю жизни итальянцев то есть к отношению к тому как итальянцы относятся к жизни как итальянцы относятся к жизни и чем это отличается от российского отношения к жизни они живут проще радуются больше вот и все мы проводим свободное время гораздо более расслаблено это же заметил что у нас не существует такое понятие который очень русский интересный активного отдыха то есть отдых для итальянцев это отдых не может находиться слова активны рядом со словом отдых мы когда отдыхаем отдыхаем в полном как-то смысле слова для вас отдыха интересно очень часто это просто продолжение рабочей жизни только в коротких шортах и вьетнамках и в шапке согласись сейчас россия далеко ушла в своем развитии вперед и во многих аспектах от обогнала даже европу ну например за взять те же там сервисы доставок ты можешь в россии заказать еду или любой предмет тебя в течение пары часов там привезут или на следующий день в италии насколько мне известно я люблю италию люблю красоту но таких сервисов там практически нет что уж говорить о сервисах когда я последний раз была в риме по моему год назад и я не смогла вызвать себе такси мне пришлось искать станцию такси брать соответственно там машину и уже ехать туда куда мне нужно вы тут сейчас немножко говорили про двух разных вещах про такси я полностью с вами согласен в италии с большая проблема с такси просто потому что у нас другая система в италии если у тебя нет собственные средства передвижения это очень как-то одна из причин почему мне нравится жить в москве именно в москве это именно потому что во первых ваш метро это может быть лучше в мире не знаю надо было побывать в других мегаполисах но я была и вот что скажет да ведь это как минимум безопасное точно самые самые красивые вот согласен точность поездов всегда очень быстро приходилось согласен согласен насколько я знаю это самый короткий интервал средний интервал в мире это москва даже быстрее чем в токио это много скажет поэтому поэтому виталий что нам надо сделать просто система тут в россии есть как называется либерализация до лицензии такси любой человек в любой момент более-менее может стать таксистом есть определенные определенные шаги которые он должен совершать но может в италии если закрытые лицензии система лицензии закрыт не может быть больше определенного количества машин и лицензия платная стоит очень дорого порядке 100000 евро купить лицензию так что у нас есть жуткая нехватка такси особо во всех больших маленьких городов нужно было как-то либерализировать вот этот вот рынок и лицензии ну дать какие-то гаранты таксистом про зарплату про отдых и про про пенсии так далее но надо было либерализировать но наша наша как-то лобби таксистов которые сейчас живет в италии она очень сильно борется с этим потому что они боятся терять все эти привилегии которые безусловно не у них есть это они как-то оставляют можно так сказать поставлять палку в колесо государства когда каждый раз когда когда это правительство политическая партия пытается как-то либерализировать они всегда выходим на улицу они очень агрессивно настроены и дабы но как-то добьются своего но в италии в принципе какая-то все время проблема с транспортом то забастовки водителей то забастовки это не италия забастовки водителей это рим забастовки там по моему пилотов были одно время потом были водители так не такси автобусов в общем время какие-то забастовки смотрите я отношусь к забастовкам как сказать не отрицательно не положительно забастовка по сути это значит все и ничего потому что какой цель это используется на забастовку если ты хочешь получить то что справедливо получить как не знаю пошли повышение зарплате улучшение условия жизни так далее индексация может быть просто зарплате так далее это это инструмент для вопроса чтобы отставить свои права но забастовка когда это просто способ чтобы не работать из постоянно останавливаясь движение публичной жизни то конечно я не очень не совсем положительный италия славится своей кухней славится по всему миру и наверное с одной стороны было бы странно сравнивать русскую кухню итальянскую но как по мне в москве ну в частности в москве итальянская кухня давно уже вкуснее чем в италии но вот это как по мне опять-таки может быть потому что много шеф-поваров из италии таких именитых шеф-поваров уже давно работают здесь в россии я вас ты относишься вообще к русской кухне положительно положительно но про про уровню про уровень и итальянской кухни это смотря зависит где вы ели в италии то есть потому что есть много туристических заведениях где на самом деле не кормят настоящей едой вам нужно побывать в госты у итальянской бабушки чтобы полноценно оценить итальянской кухни а что что приготовит итальянская бабушка если я приду к ней в гости тут весь сложный вопрос потому что вы знаете наверное что у нас очень высокая разнообразность в кухне у нас куча региональных даже провинциальных местных вариантов разных людей с рецепты которые встречаются только в одном в одном маленьком городком городке который нигде еще не встречаешь скажем что италия это ну основа итальянской кухне это углеводы но мы с из но как русская основа на самом деле кухне это пацца паста пицца и нам очень помогает то что есть колоссальное разнообразие овощей виталий природа к нам очень щедро нам позволяет вот это знаете такой большой колоссальный ассортимент рецептов которые мы не встречаем допустим в россии я предлагаю и тебе попробовать традиционное русское блюдо обязательно спасибо и попробовать его угадать давайте готов класс в этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами и стараюсь их удивить эдуарда ты готов удивить готов отлично надевай маску давайте маску котика вот тогда давай правую руку хорошо держи левую ложкой это ложка ложка так держи тарелку хорошо окей хорошо черпай консистенция это это что каша не знаю попробуй сейчас не знаю где рот у меня так секундочку смущенка правильно ты можешь снять маску хорошо ты первый человек в моей программе который сразу же угадал блюдо ты любишь сгущенку из какой-нибудь будет приз ты можешь доесть сгущенку мне кажется отличный еще давайте тогда ложечку а ты знаешь кстати что вот большинство людей уверены в том что сгущенка родом из советского союза но на самом деле она появилась еще раньше ее сделали то ли в англии то ли во франции но прижилась она именно в россии и почему-то считается традиционным русским блюдом но на самом деле это не так эдуарда хочу поговорить с тобой немного про личное давайте я знаю что ты не женат и вот с этой точки зрения мне интересно наверняка ты ходишь очень часто на свидание расскажи какие мы русские женщины и отличаемся ли мы от итальянских русской женщины как член общества и как партнер это разница в чем совершенно разные вещи и я думаю нужно их по моему оценивать оценить отдельно как члена общества я очень положительно отношусь к русским женщинам потому что встречаешь не только в москве по моему куча талантливых надежных успешных женщин на которых можно положиться они играют они вы играете очень важную роль в развитии российского общества и в развитии семьи в вкладе которого несете в воспитании ребенка это колоссальная работа и меня впечатляет очень положительно в плане как сказать личной сферы не знаю что вам сказать у меня впечатление что я говорю про себя лично про себя по моему есть разные представления о том что какие роли должны играть вот это партнеры а что для тебя значит партнерские отношения это вот та самая история про некие европейские ценности виде равноправия женского ну то есть грубо говоря мы пришли в ресторан и делим счет пополам ну смотрите дело про про допустим счет в ресторане это это маловажный по моему момента я вам объясню почему по моему это маловажный то есть не должно быть так принципиально мы в ресторане допустим я буду но я заплачу как часто бывало счет за женщину это не гарантирует ничего о том что я буду хороший партнер для неё потому что иногда если у меня есть это финансовые средства чтобы платить тебе счет подарить цветы и так далее так далее так далее это ничего не скажет потом о дальнейшем благополучном выстраивание отношения на бытовом уровне это что иногда русские женщины обращают слишком много внимания на это на то как ухаживает но это как это это как сказать почти формальности на куда то как вы ухаживать за ней когда более важно на мой взгляд этот как он ведется как мужчина ведет себя как женщина ведет себя по отношению партнера на бытовом уровне в плане взаимопонимание эмпатии и желание развиваться вместе в желании преодолеть преодолеть вот контрасты я заметил что очень часто контраст это причина чтобы закрыть отношения то есть у меня до приезда в россии были я могу сказать что три важные отношения в моей жизни и только одна из них была итальянка одна была немка и третья была румынка так что это очень интересно потому что у меня если целая как-то ассортимент народов европы это славяне англосаксон и и и латын латынские народы так интересно так что большой опыт в плане длительного отношения с итальянками у меня нет у меня только одна была итальянка по то потому как ну по рассказам своих друзей своих друзей и родителей родственников и так далее тогда я могу сказать что обычно может быть итальянские попары готовы большим русских пар насколько по моим впечатлениям просто работать на на отношения а еще я знаю есть такой стереотип о том что якобы итальянцы более семейные и это проявляется в том числе в том что мужчины очень часто могут жить со своими родителями там вплоть до 40 лет для россии это не очень нормально почему это происходит в италии может быть не до 40 то есть до 40 есть и но это меньше чем вы думаете по количеству но безусловно в среднем наши остаются в семье дольше чем русские чем немцы допустим или американцев и так далее почему есть разные факторы и раньше такого не было там настолько глубоко проявлено во первых потому что семья долетали это такое понятие расширенная семья не просто муж жена и дети это основа нашего общества вот это очень тесные связи с мамой с папой остаются и даже после того как фактически человек переехал жить с супругом плохо в плане того что ты не реализуешь себя быстро как реализуются люди в других странах как отдельный гражданин как отдельная личность и так далее так далее и иногда это даже родители которые тебя не отпускают это не только люди которые не хотят дети которые не хотят с другой стороны нас и очень часто спасло от многих как-то проблем которые произошли допустим вот это кризис экономический который произошел в основном восьмом году дабы мы спаслись от этого кризиса именно благодаря тому что в италии крепкие семьи ты бы хотел себе русскую жену я бы хотел хорошую жену и из будет хорошим мужем у меня осталось три вопроса которые я задаю всем своим гостям постарайся отвечать максимально коротко давайте главный стереотип иностранца россии что мы думаем про все смысла что они холодные закрыты что для тебя патриотизм хороший вопрос привязано к земле я не знаю лично это очень приземленно или очень возвышенное чувство потому что отечество до патриотизма относится к чему к отечеству и к земле отечеству и земля они совершенно разные вещи потому что когда ты защищаешь допустим да свою землю ты защищаешь то что не применим как сказать не по сердце непосредственно связано с тобой а когда ты защищает отечество ты защита что-то гораздо более не материально возвышенное так что патриотизм это очень сложно очертить как понятие три главных качества русской души русская душа это во первых это очень широкий спектр эмоций незаметно с самых холодных до самых жарких ярких жарких жарких и ярких так что это первое первое это такая такая богатство разных проявлений первое русская душа это очень чувствительные и чутки люди не скажешь это очень-очень-очень чувствительные люди третье русская душа отсутствие по моему компромиссов которые это хорошо и плохо в одном момент потому что иногда есть моменты в жизни когда компромисс не должны восприниматься есть моменты когда компромисс на способность способность найти компромисс а спасать ситуацию меня очень сильно впечатляет то что на это очень как-то да такое отсутствие средних как сказать тонн тонов русской души это впечатляет спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью было очень приятно с вами это взаимно мне кажется было классно мне тоже спасибо это проект мы и они я его автор мария шахова подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и обязательно пишите комментарии и помните хорошо там где мы есть м ну м м м м м м Продолжение следует...